В этом году наша страна отметит 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Но не стоит забывать, что путь к ней прокладывался поэтапно, от одной операции к другой, от сражения к сражению. Освобождая города и столицы, сначала советских республик, а затем и европейских государств, войска нашей армии держали уверенный курс на Берлин, на логово фашистов. Поэтому этот год станет юбилейным для каждой отдельно взятой наступательной операции, приближавшей советский народ и его союзников к победе. В связи с этим хотелось бы остановиться на каждой из них подробнее, тем более, что практически во всех этих операциях участвовали клинчане. 1945 год на Западном фронте начался с так называемой Вислоудерской операции. На тот момент советские войска уже освободили часть польской территории и занимали позиции на западном берегу реки Висла. Немецкие соединения находились в критическом состоянии. Начались расстрелы, если фашистский солдат попытался бы отойти, уйти, укрыться. Вопрос стоял очень жестко. Стоять, как говорится, насмерть, но не рассчитали фашисты, что солдат уже был не тот. Это был не 1941 года солдат, которые шли на нашу страну, полагая, что они очень быстро победят. Теперь уже все ощущали, идет расплата. По первоначальному замыслу советского командования наступление в Польше на Варшавско-Берлинском направлении должно было начаться 20 января. Но из-за тяжелого положения союзнических войск в Орденах операцию пришлось начать раньше. В Орденах проигрывали союзники. Их могли вообще уничтожить. И от Черчилля Сталина поступило письмо. Не может ли он сообщить, когда Советская Армия перейдет наступление в связи с тем, что есть такая необходимость. Планировалось наше наступление на 20 января. Но, учитывая просьбу, был отдан приказ, и наши войска перешли в наступление. Это был 1301 день войны. Рано утром 12 января началось наступление. Оно осуществлялось силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, 1-го Украинского под командованием маршала Конева, а также поддерживали наступление главных сил, левое крыло 2-го Белорусского фронта и правое крыло 4-го Украинского. Всего в операции участвовало более 2 миллионов человек, 33 тысячи орудий и минометов, свыше 7 тысяч самоходных артиллерийских установок и танков, 5 тысяч самолетов. Немецкая сторона уступала нам в численности живой в силы почти в 4 раза, в количестве орудий и минометов практически в 7 раз. Значительно меньше было у врага и тяжелой техники. На каждый немецкий танк у советских войск было 6, а преимущество в самолетах было и вовсе 8-кратным. Наша армия была прекрасно вооружена. Тысячи и тысячи танков, самолетов, гаубиц, минометов, артиллерийского оружия, саперно-инженерных частей. Вот все, чем мы располагали в операции восточно-прусской, все это обеспечило, значит, нельзя было остановить лавину наших армий, армий возмездия за то, что фашисты, вот группа армий, центр вытворила на нашей территории. По плану Верховного Командования взломать оборону вермахта необходимо было стремительным наступлением на Запад. Первый Белорусский фронт должен был в течение нескольких дней разбить Варшавско-Родомскую группировку гитлеровцев и захватить рубежи Лось и Жихлун, а в дальнейшем взять курс на Познань. Другой главной силе советской армии Первому Украинскому фронту надлежало в те же сроки уничтожить Кельце-Родомскую группировку и выйти к плацдармам Ченстахова-Родомска и наступать на Бориславов. Оборонительная линия немцев уходила вглубь почти на 600 километров и насчитывала сразу несколько рубежей. Но уже в первый день операции Первому Украинскому фронту удалось прорвать вражеские редуты и продвинуться на 20 километров. А 14 числа после мощной артподготовки перешли в наступление и соединение Первого Белорусского фронта. 16 января нашим войскам удалось выйти в тыл немецкой группировки, оборонявшей Варшаву. Оказавшись под угрозой окружения, немцы стали стремительно уходить из города. И уже на следующий день советской армии совместно с польскими соединениями удалось освободить столицу, которая практически полностью была разрушена. 18 января основные силы группы армий А были уничтожены, а наступление всех фронтов продвинулось на 150 километров. В конце января основным главным ударным силам удалось достигнуть Познань и Бреславу. Наши воины стремительно продолжали гнать врага с оккупированной территории, ужасаясь тому, что оставляли после себя фашисты. Наши войска впервые увидели, что такое лагеря смерти. Был освобожден освенцем. Значит, вот 13-14 января был освобожден освенцем. Для Нюнбергского процесса там было вполне достаточно материала о палачах, что они вытворяли. И там погибло более миллиона военнопленных, гражданского населения и так далее. В ходе Вислоудерской наступательной операции была освобождена значительная часть Польши, в том числе и ее столица – Варшава. Линия фронта дошла до территории Германии. Полностью было уничтожено порядка 25 вражеских дивизий. Взято в плен около 150 тысяч немецких солдат и офицеров. Также было захвачено огромное количество техники и орудий. Численные потери, а также освобождение советской армии основных промышленных районов от немцев еще больше осложнили положение гитлеровских войск. В одном из кинофильмов показано, как не устояли фашистские войска, и фюрер сбросил историю Германии со стола и кричал на своих генералов. Сто лет, сто лет ни одна нога вражеская не ступала на территорию Германии. А здесь вот такая ситуация. Вислоудерская операция стала одной из крупнейших наступательных операций в Великой Отечественной войне, поскольку она развивалась практически беспрерывно. По словам маршала Жукова, такая стремительность была доступна впервые в ходе всей войны. По данным историков, в том наступлении участвовали жители нашего города. Былабердина Таисия Тимофеевна, Гусаров Виктор Михайлович, Белов Николай Иванович, Горевой Федор Калистратович, Мишин Григорий Павлович, Рябова Евдокия Викторовна, Святославский Лев Андреевич, Сахаров Николай Иванович, Старшинов Анатолий Васильевич, Савельев Петр Николаевич, Крестов Николай Петрович, Калачев Евгений Иванович, Косолапов Иван Трофимович, Коннов Иван Тихонович, Кузнецов Иван Иванович, Кашаев Анатолий Алексеевич, Кусакин Владимир Петрович, Седов Григорий Алексеевич, Шведов Валентин Иванович, Фролова Антонина Ивановна, Андреев Николай Васильевич. Кроме того, за героизм, проявленный в ходе операции, звания Героя Советского Союза были удостоены Климов Иван Васильевич и Щербаков Павел Федорович, которые также жили и трудились к клену. Благодаря этим людям были созданы условия для нанесения решающих ударов на берлинском направлении. Вечная слава павшим в тех сражениях! Субтитры создавал DimaTorzok